Это произошло вдали от крупных населенных пунктов и, возможно, осталось бы незамеченным, если бы не случайность. У нас был очень тяжелый день. Мы практически сутки ехали по загруженной трассе, где было много аварий. И мы устали и решили свернуть. Чтобы немного отдохнуть, Наталья и Павел решили свернуть с оживленной трассы. Мы долго ехали, и мне было достаточно поспать хотя бы часок, и можно было бы ехать дальше. Помню, как поставил машину и тут же уснул. Отъехав в сторону от забитого автомобилями шоссе, семейная пара оказалась в тихом месте. Вокруг небольшой лес и кукурузное поле. Перед рассветом около четырех утра Наталью разбудил шум. Было еще, в принципе, темно, но только начинало светать. И я услышала, как будто бы сильный дождь или какой-то ураган, но на самом деле не было даже ветра. А потом я увидела в поле какие-то огни. Согласно метеосводке, тогда в этом районе погода была тихая, но шум, который услышала Наталья, напоминал сильные порывы ветра. Когда я вышла из машины, я увидела, что это были не просто какие-то фары от комбайна или от трактора, а это было больше похоже на шаровые молнии, которые хаотично кружили на поле. И я решила это все заснять на камеру. Взяв видеокамеру, Наталья поднялась на пригорок, с которого хорошо просматривалось все поле. Нам трудно объяснить то, что изображено на этой видеозаписи. На первый взгляд, два светящихся объекта действительно похожи на так называемые шаровые молнии. Они находились посередине поля, а двигались все время, меняя свою высоту, то выше, то ниже и по кругу. Знаете, вот как птицы, которые парят над своим гнездом. На этой видеозаписи отчетливо видно. Огни движутся по круговой траектории с одной и той же скоростью. Постепенно они теряют яркость и в конце концов растворяются в воздухе. Я поняла, что шум идет от огней. Вернее, я слышала, как будто бы под ними ломаются кукурузы. Но так как было темно, ничего не было видно. А вот уже когда посветлело, то я увидела, что в том месте, где находились шары, образовался круг. Стоя на пригорке, Наталье удалось снять круг, появившийся на кукурузном поле. Здесь был такой огромный ровный круг, и кукуруза, она лежала по часовой стрелке. Такое ощущение было, что это как будто бы смерч. Но на самом деле это явно было что-то другое. Даже судя по этой любительской видеозаписи, можно предположить, что круг был диаметром около 15 метров. Ну, когда я проснулся, жены рядом нет. Ну, покричал, где она. И тогда Наташа позвала меня к себе. Был уже рассвет, и посреди поля был четкий круг. Должен сказать, что ни один ветер и даже смерч не могли оставить после себя такой след. Это может показаться странным, но когда видеозапись попала к исследователям аномальных явлений, они подвергли ее самой жестокой критике. Уфологи сомневались в ее достоверности, и для этого у них были все основания. Круги на полях – это предмет постоянных споров и мистификаций. Дело в том, что сделать их, сфотографировать и выдать за нечто действительное очень несложно. Поэтому у меня и возникали постоянные сомнения в их подлинности. Можно понять сомнения уфологов. Ведь по утверждению очевидцев, им удалось снять не просто знаки. Они увидели слишком необычное явление. Весь процесс появления круга, что само по себе кажется невероятным. У нас было очень много вопросов к этим людям. Они утверждали, что оказались в этом месте случайно. Как говорится, в нужном месте и в нужное время. А в это очень сложно поверить. И, конечно, сама видеозапись. Она выглядела уж чересчур правдоподобно. Поэтому требовала самой тщательной проверки. Работая с видеозаписью, уфологи обратили внимание на такие детали, которые, возможно, мало что скажут людям, не имеющим достаточного опыта изучения паранормальных явлений. Эти светящиеся объекты двигались по круговой траектории. При этом очень синхронно и плавно. Это было похоже на танец. Мне кажется, что они выполняли какую-то поставленную задачу. И это доказывает, что это не могло бы быть какое-либо природное явление. Или, например, шаровые молнии. По словам Натальи, рисунок проявился на поле не до и не после, а во время загадочного полета этих объектов. Кроме того, на записи видно. В середине круга толстые стебли кукурузы лежат по часовой стрелке. Наконец, что особенно заинтересовало исследователей. В центре круга видны участки нетронутой кукурузы. То, что внутри круга остались островки кукурузы, говорит о том, что этот круг не мог образоваться благодаря стихийному явлению. Например, урагану или порыву ветра. Эта деталь заставила некоторых уфологов предположить, что обнаруженный на кукурузном поле круг мог представлять собой не что иное, как зашифрованное послание, адресованное людям. Это предположение было слишком рискованно. Но на тот момент мы решили отложить все наши споры и разногласия и как можно быстрее провести проверку этого подтверждения. Взяв проводники очевидцев Наталью и Павла Волокитинах, уфологи выехали на место события. По просьбе уфологов, Павел и Наталья Волокитины указали на карте точку, где они обнаружили круг на кукурузном поле. Вы могли бы показать, вот мы сейчас находимся вот здесь, а где произошло то событие, о котором мы сейчас говорим? Ну, это трасса Симферополь-Москва. Здесь мы ехали по прямой, все время потом свернули направо, и где-то в 65 километров, не доезжая до Харькова, все это произошло. Однако на месте события исследователи аномальных явлений ожидало разочарования. К сожалению, поле, где, по словам очевидцев, были найдены круги, оказалось скошено. Нам не повезло, потому что когда мы приехали, поле было уже убрано, и мы увидели лишь несколько лежащих на земле кукурузных стеблей. Несмотря на это, исследователи нашли место, где, по всей видимости, действительно было нечто похожее на круг. И хотя он потерял свой первоначальный вид, уфологам удалось обнаружить несколько оставшихся на поле образцов кукурузы со странными изгибами у основания. Да, пожалуй, это было нашим единственным успехом. Растения не были скошены, все они были согнуты у самого основания. Видишь, стебель не изломан, он просто согнут. Надо сказать, согнуть его не так-то просто. Видишь, какое усилие это нужно сделать. Давай посмотрим, что у нас там за кругом. Ну, а здесь явно сломанный вид. То есть получается, что мы имеем фактические доказательства того, что мы имеем дело с каким-то знаковым местом, и стебли в нем можно не просто ураганом, а не просто механическим комбайном. Несмотря на то, что кукурузное поле было убрано, и от знаков практически не осталось никаких следов, уфологи решают провести ряд экспертиз. И первым делом они проверяют показания компаса. Как правило, паранормальные явления искажают геомагнитное поле Земли на определенном участке. Но это явление очень временное. Поэтому нам нужно было как можно быстрее произвести все необходимые замеры. Получается, две точки в этом круге. Да, смотри, здесь стрелка вертится, да? Выходит, здесь какая-то аномальная зона. Я вот тут что-то не совсем обычная. Особенно вот тут. Да. Чтобы окончательно убедиться в том, что знак на поле нечеловеческих рук дело, ученые решили провести биохимический анализ почвы, где был обнаружен круг. Мы сейчас оградили поле, разбили на участке. И берем пробу грунта, после чего отправим ее на анализ в лабораторию. Все дело в том, что любая аномальная зона, она оставляет после себя какой-то след. Будь то радиация или изменение геомагнитного поля. Круг на кукурузном поле вблизи Харькова пока оставался скорее мифом, чем реальной истории. И тогда уфологи попытались навести справки у местных жителей. Да, об этих кругах у нас говорят все. Но никто ничего не знает и боятся. А чего, собственно, боятся? Ну, как вам сказать, радиации. Вы говорите о кругах во множественном числе. Их несколько было, правильно я понимаю? Вот там, где вы были... Покажите, пожалуйста, на карте. Вот тут, где вы были... Вот мы сейчас стоим вот здесь. Так, там на одном поле был один круг. А вот километрах в пяти, километрах в пяти вот здесь, на другом поле было несколько. Это было более чем неожиданно. Пожилой мужчина говорил об еще одном поле, где также были обнаружены знаки. И здесь, и здесь они появились одновременно на рассвете. На рассвете? Да. А вы лично сами их видели? Нет, я не видел. Это мой сын, вертолетчик. И он заснял, и я видел только снимки. Да, нам действительно повезло, потому что сын этого пожилого человека сделал действительно несколько удивительных снимков. И можно сказать, что у нас появились новые доказательства. Как выяснилось, Валерий Циргунов работает вертолетчиком в пожарной службе. В тот день вместе со своим экипажем он совершал плановый облет территории. Это было во время уборки урожая, когда мы дежурим круглые сутки. Мы летели, в этот день ветра не было, мы летели на высоте 100-150 метров не выше. Если бы мы летели выше и немножко в стороне, мы бы ничего не заметили. По словам Валерия Циркунова, когда во время полета он увидел знаки на Земле, то не поверил своим глазам. Они представляли собой несколько кругов правильной геометрической формы. Мы развернулись и подошли ближе. И поверьте, такое зрелище волей-неволей заставит задуматься, что это. Мы пролетали там накануне вечера и ничего подобного не видели. Значит, круги могли появиться только ночью или рано утром. На этих фотографиях, сделанных Валерием Циркуновым, изображено шесть колец небольшого размера, расположенных друг за другом. Мы сделали над ними пару кругов и сфотографировали их, чтобы потом просто разобраться, что это такое и откуда эти круги могли появиться на кукурузном поле. А когда вернулись на курс, то увидели еще дальше один круг. По сравнению с другими знаками, это был большой круг, и он был единственным на поле. Когда летчик показал на карте его местоположение, уфологам стало очевидно, что это был тот самый круг, который обнаружили супруги Волокитины. Что было важно, так это то, что наши очевидцы, семейная пара и летчик, видели знаки примерно в одно и то же время, с 4 до 5 утра. Знаете, даже на первый взгляд, эти фотографии были очень похожи на известные круги на полях, которые лично у меня всегда вызывали восхищение. Первые знаки на полях были обнаружены в 70-х годах 20-го века на юге Англии. Как правило, они представляли собой кольца различной формы и размеров, напоминавшие пиктограммы. Разгадать большинство из них так и не удалось. Однако появилось и большое количество фальшивых посланий на полях, которые создавали шутники и мистификаторы. Как отличить подлинные послания от тех, что были сделаны человеком? Послания на полях настоящие, появляются ночью за считанные доли минуты или секунд. Никто не видит, как они делаются. В то время, когда люди вытаптывают это дело с подушами своих ног, понятно, что собирается много людей или в ночное время нужно какое-то освещение. Вероятно ли, что круги, обнаруженные под Харьковом, были всего лишь искусной подделкой? На этот вопрос могли помочь ответить фотографии, сделанные из пожарного вертолета. Они представляли огромную ценность, так как давали полную картину изображения. Вот получается, смотри, круг, он четко видно, да, пропорции. Причем идеальный круг. Идеальный круг, да. То есть руками такое создать, это в принципе нереально, согласен? Я не стал бы делать каких-то неосторожных выводов. Помнишь, английские художники, как ради эксперимента подшутили и создали еще более интересные картинки, чем просто круги. То есть в принципе это возможно, хотя в реальных кругах, если ты помнишь, растения уложены в несколько слоев, и каждый имеет свое направление. Анализируя фотографии, уфологи окончательно отбросили версию о том, что эти круги могли появиться благодаря смерчу или резким порывам ветра. Но чтобы исключить версию об участии человека, исследователям пришлось выехать на точку, где было обнаружено сразу шесть знаков. Однако на месте события их также ожидало скошенное поле. К сожалению, пиктограммы потеряли свой первоначальный вид. Но мы нашли очевидцев, которые видели эти знаки. Виктор Захаренко оказался одним из первых, кто обнаружил знаки на этом поле. По его словам, в тот день рано утром он ехал на своей машине и увидел над полем странные огни. Ну, это было где-то в начале пятого утра. Я увидел как раз вот там, в том месте, я увидел что-то такое, какие-то непонятные всполохи, такое свечение непонятное, такое вот ближе к оранжеватому. Ну и первое, что мне пришло в голову, что это пакет. Виктор сообщил по телефону о возможном пожаре и свернул с дороги, чтобы подъехать ближе, как тогда ему казалось, к очагу возгорания. Странным показалось то, что не было дыма. Ведь кукуруза не столько горит, сколько дымит. Там в один момент накроется поле, никакая пожарная техника не спасет. Как рассказал Виктор, проехав около ста метров в сторону огней, он увидел над полем то, что заставило его остановиться. Первое, что приходит в голову, что это были шаровые молнии. Шириной они были по метру каждая. Они кружились над одной точкой. И вот, что интересно, они все время все делали синхронно. Эти снимки Виктор Захаренко сделал с помощью своего мобильного телефона. На высоте около пяти метров над землей отчетливо видны два светящихся объекта. Не трудно догадаться, что на этих снимках мы видим точно такие же объекты, как и на первой видеозаписи. Давайте сравним. Это видеозапись, сделанная Натальей Волокитиной в то время, как два светящихся объекта кружатся в воздухе. Следующие снимки были сделаны Виктором Захаренко. Мы также видим два светящихся объекта. Они, вот эти шаровые молнии, как я считал, они кружились сначала над одной точкой, покружились, потом потихоньку переместились в другое, потом дальше и исчезли. Когда я подошел к тому месту, над которым они кружились, я увидел, что кукуруза повалена строго по часовой стрелке. Вот. Ну, это такое чудо не было. На фотографиях Виктора Захаренко изображены небольшие участки, где остались нетронутые кукурузные стебли. Вот эти островки нетронутой кукурузы, их, понимаете, их вроде как будто кто-то специально вырезал. Понимаете? Скажите, вот то, что вы видели, похоже на эти фотографии? Ну, как вам сказать? Я видел... Дело в том, что я же видел этот круг, ну, как на... Просто на поле, ну, напрямую. А у вас оно с высоты снято? Ну, эти фотографии сняты с вертолета пожарной службы. Как и на месте обнаружения первого круга, уфологи взяли пробы грунта для биохимического анализа. Участки, где вероятнее всего находились знаки, были разделены на квадраты. Мы разделили всю зону на квадраты. Из каждого взяли отдельную пробу, что позволило нам создать полную картину происходящего. Дело в том, что на месте посадки НЛО очень часто остается энергетический след или аномальное пятно, которое может быть опасно для любой формы биологической жизни. Как утверждают уфологи, подобный аномальный след был обнаружен в Подмосковье у города Люберцы. Люди видели НЛО, а также небольшие светящиеся объекты вокруг него, но зафиксировать это на фото или видеокамеры никому не удалось. Однако благодаря биохимическому анализу уфологи обнаружили следы на месте посадки. Этот след представлял собой рисунок в виде некой спирали. Этой линией были обозначены те места, где были подавлены все формы жизни. И даже простейшие организмы, бактерии, все пытались покинуть это место. Пробы грунта были отправлены на биохимический анализ, а тем временем работа уфологов привлекла внимание местных жителей, многие из которых, как выяснилось, также видели знаки. Вначале говорили о пожаре, и что поля горят, и многие пошли посмотреть, но никакого пожара. Да и сами круги мы не сразу нашли. А почему? Ну, потому что они были только с одной стороны видны, та, что повыше. А с другой точки их было не менее, да? Ну, да. Понятно. А как вы думаете, откуда они вообще появились? Да кто их знает? Местные жители исключали, что круги на полях мог сделать кто-то из своих. Во всяком случае, в это они верили с трудом. Местные жители сомневаются об этом во всем. И, кстати, я накануне вечером здесь была, и никого я не видела здесь. Если бы здесь была какая-то техника, были бы следы, или люди бы проходили. А так ничего. Тишина, пустота. Несмотря на рассказ очевидцев, некоторые уфологи по-прежнему сомневались в том, что эти круги не могли быть сделаны руками людей. В ходе нашего расследования мы находили все новые и новые детали, свидетельствующие о том, что это трудно сымитировать. Выйти в поле ночью и нанести в полной темноте идеальные с геометрической точки зрения фигуры очень сложно. Хотя и возможно. Опасения исследователей были оправданы. Ежегодно во всем мире фиксируются сотни рисунков, которые выдаются за подлинные знаки. Со временем было даже доказано, что большинство из них сделаны группой английских художников, использовавших доски для того, чтобы уложить пшеницу на землю. Попытки воссоздать реальный круг в лучшем случае заканчиваются тем, что эти художники ломают стебли или скашивают, но в любом случае они их умерщвляют. Они могут создать лишь видимость картинки. На самом деле круг, точнее пиктограммы, это далеко не только одна видимость. Это целый комплекс явлений. В июле 2011 года в Винницкой области появились круги на пшеничном поле, которые местные жители настойчиво выдавали за настоящее послание внеземных цивилизаций. Два часа ночи. Сяйба была такая, что в доме стало видно и я слышу, что доме звернула. Я не знаю, оно чудо похоже на какое-то. Сяйба, конечно, всякие фонарики горели. Побачив, что так я приехал, каже, что там что-то странное. Трактор, как трактор, такой круг трактор выточил. Как бы там держи руля, то все равно так не вытащил. Вот тут воно десь видно уже присипано трохи землею. Бачите, вот воно не влез. А дальше от стільки вот, там є таке колыш, от стільки вот. Я в одному місці пробовала, в другом і от така відстань тоді була. Ні, ну хто б це так би зробив би його? Це кажуть, були мисливці за людськими душами. Тобто хто це такий? Ну прибульці якісь. По людей, по людей приїжджали. Однака, прибувшим на место события исследователям аномальних явлений, потребовалось совсем немного времени, чтобы сделать вывод. Как би того не хотелось, но эти круги были сделаны руками людей. Ну там была слишком грубая работа. Настоящі круги, как правило, имеют идеальну форму і чіткіе границы. Там же границы були размыты. І наблюдається дуже багато следів людей. Кроме того, були видны даже приспособления, с помощью которых смята була пшеница. По нашій просьбі уфологи воспроизвели один із самых распространённых способів нанесення таких рисунков. Вначале мы убиваем в землю колышек, который служит у нас центром круга. Когда обозначена середина, исследователи проводят радиус от шеста. Это даёт нам возможность придерживаться правильных пропорций. Но даже в этом случае человек всё равно оставляет следы. Кстати, в Венецкой области в центре круга осталось место, где был бит в землю колышек. После того, как обозначены границы круга, растения укладывают на землю. Далее наша задача заключалась в том, чтобы равномерно уложить стебли при помощи вот такой вот доски. Её таким образом, наступая на неё, изгибая стебли, мы получаем круг. Но, как оказалось, после просмотра самой кукурузы, стебли кукурузы, они были не согнуты, они просто поломаны. Таким образом, уфологам удалось доказать, что круги на поле в Венецкой области были сделаны руками людей, и они не имеют ничего общего с подлинными знаками. Эти пиктограммы под Харьковом вбиваются из общего порядка. Во-первых, трудно себе представить, чтобы кто-то смог, не привлекая внимания, сделать круги на кукурузном поле. По мнению уфологов, эти круги, обнаруженные под Харьковом, могла нанести только группа людей. И её бы обязательно заметили, или во всяком случае, она обязательно оставила бы свои следы. Когда мы сравнили расположение знаков с подробной картой местности, то выяснилось, что они совершенно не видны ни со стороны дороги, ни со стороны там, где живут люди. И если бы не огни, то, возможно, никто никогда бы не увидел этих кругов. Это обстоятельство заинтересовало всех без исключения уфологов. Если знаки не просматривались со стороны, тогда возникает вопрос, кому они были адресованы? Это было более чем странно. Давайте представим, вы рисуете некую картину, вкладывая в неё определённый смысл. Но при этом не хотите, чтобы кто-то посторонний его разгадал и прячет. Что-то подобное и произошло в нашем случае. По мнению уфологов, ответ на этот вопрос мог скрываться во внутреннем рисунке, едва различимом внутри кругов. Как правило, круговые знаки представляют собой отпечатки на поверхности земли, которые находят не только на пшеничных или кукурузных полях. Например, в пустынях есть пиктограммы, возникающие на песке, есть пиктограммы, возникающие на снеге, которые исчезают, естественно, как только возобновляется снегопад. Например, под Киевом в Мало-Александровке мы встречали пиктограмму, сделанную очень тонким слоем каменной пыли, причём на снегу. Причём, естественно, эта чёткая картинка исчезла буквально за считанные часы. То есть спрашивается, на кого она была рассчитана. Наиболее впечатляющие знаки выглядят в виде пиктограмм, имеющих внутренний рельеф или рисунок. Это самые известные из них. Они были найдены в Великобритании на пшеничном поле под стенами обсерватории. То есть знаков таких очень много, очень много. А вот Силболтонское послание специфично именно тем, что это был ответ на конкретный вопрос. И более того, в нём содержалось очень конкретное предупреждение, чего раньше мы никогда не получали. Как считают уфологи, чилболтонские знаки были ответом на послание людей внеземным цивилизациям. В 1974 году английские учёные отправили в космос зашифрованную информацию о человечестве. Ответ получили спустя 20 с лишним лет. Ответ – это копия нашего письма. Но туда внесены небольшие поправки. Мы, посылая сообщения о себе, дали там сведения, которые касаются нас. Они ответили в той же форме, но вместо сведения о нас они вложили сведения о себе. Вот в этом я вижу, понимаете, не то чтобы призыв к диалогу, а я вижу просто настоящий диалог. Отправляя данные о Земле и человеке, учёные пользовались так называемой двоичной кодовой системой. И ответ был получен не просто в той же кодировке. За некоторыми исключениями он почти в точности повторял послания землян. Вот эта панель указывает внешний вид гуманоида, ну, как бы существо, имеющее четыре конечности и очень большую голову. Вот из этих линеек, на которых на аресипском послании указан размер человека, рост его, можно посчитать, что рост этого существа около одного метра. Это послание содержало внутренний рисунок, представляющий собой двоичный код. И те круги, которые были обнаружены нами на кукурузных полях, также имели внутренний рисунок. Поэтому мы и предположили, что эти пиктограммы могут быть связаны между собой. Даже уфологи не верили, что это возможно. Если знаки, обнаруженные под Харьковом действительно представляли собой послание, расшифровать его мог только программист, специалист в области кодировки данных. В первую очередь мы взяли исходные фотографии знаков с внутренним рисунком и для начала сделали графическую модель. В результате получили несколько фигур с таким же сложным рисунком внутри, с идеальными геометрическими пропорциями. Чтобы расшифровать информацию, которая, возможно, скрывалась в этих знаках, Борис Радулов использовал криптологические программы, но, к сожалению, они оказались бессильны. Рисунок, да, идеальные геометрические пропорции, то есть можно изучать законы симметрии, да, но с другой стороны, что это может нам дать? То есть расшифровки они не поддаются, можно предположить, что это вообще декоративный орнамент, но в то же время сложно предположить, что эти круги появились сами по себе естественным образом и к тому же на поверхности земли. По мнению Бориса Радулова, воспроизвести подобные геометрические фигуры можно было только с помощью специальной техники, например, той, что используется во время строительных работ. Даже если использовали аппаратуру, я все равно не представляю, как это можно было бы нарисовать. Ну, если это были люди, то у них распоряжение было целое одно. А точнее, сколько было времени? Если верить свидетельствам очевидцев, то все они буквально в один голос утверждают, что знаки появились практически одновременно в течение нескольких минут перед самым рассветом. Для того, чтобы это нарисовать, нужна была бы измерительная аппаратура и целая бригада инженеров, которые помогли бы осуществить разметку. На это требуется время. по словам Бориса Радулова, если бы рисунки были сделаны людьми, для этого им понадобилось бы вначале провести точную разметку сразу на двух кукурузных полях. А затем уже ровными слоями они должны были уложить толстые стебли кукурузы на землю. Как считают уфологи, это маловероятно, потому что такая работа заняла бы несколько суток. Дело в том, что согласно одной из версий на земле имеются рисунки, которые проецировались на землю с воздуха. Я имею ввиду изображение на плато Наска. Так называемые рисунки Наска расположены в Перу. Они представляют собой знаки на земле огромных размеров, предположительно созданные индейцами. Однако, по мнению уфологов, эти рисунки имеют несколько вытянутую форму, что возможно только при одном условии. Если бы их проецировали с воздуха. Это чистая геометрия. Рисунки Наска имеют небольшое искажение. И объяснить это легко следующим образом. Когда вы освещаете себе дорогу фонарем, то лучше это растягивается по земле. Это происходит потому, что вы направляете его под углом. Это искажение не видно невооруженным глазом. И согласно математическим расчетам, объект, проецировавший изображение на землю, находился на высоте 400 метров. Я не могу говорить о том, что эти круги могли быть спроецированы с неопознанных летающих объектов или нечто подобное, но в то же время, если принять эту версию на вооружение как основную, это многое объясняет и расставляет по своим местам. Во всяком случае, с точки зрения геометрии. Пожалуй, это было действительно слишком рискованное объяснение появления кругов именно такой формы из-за такой короткий промежуток времени. Но, по мнению фологов, оно единственно верное. Раньше человечество не могло себе представить лазерные лучи, которые используются в современной технике. Точно так же сейчас нам трудно себе представить, что эти знаки на полях и круги могли быть спроектированы на Землю с помощью каких-то энергетических лучей. Конечно, все это может показаться нереальным, но к таким выводам пришли не мы, а специалисты, которые провели математические расчеты. И хочу добавить, что это та высота, на которой чаще всего фиксируются полеты НЛО, так называемых ангелов. Есть множество свидетельств, когда на высоте около 10 километров летчики фиксируют в небе объекты, так называемые ангелы. Внешне они могут походить на обычные облака или шаровые молнии, но их поведение говорит об искусственном происхождении этих объектов. Есть версия, что эти объекты вообще не имеют под собой материальный флаг, как мы ее обычно себе представляем. Именно поэтому их и называют ангелы. Я бы сравнил их с голографическими образами, которые в свою очередь проецируют на Землю различные знаки, в том числе и круги. Вскоре уфологи получили результаты микробиологической экспертизы почвы, где были обнаружены круги на полях. Вот смотри, мы брали, если помнишь образцы из разных участков кольца. Да. Вот. И получается такая интересная картина, что в разных участках кольца жизнь или подавлена, или не подавлена. Я вообще не знаю технологии человечества, чтобы можно было так сделать, чтобы в 30 сантиметрах была полностью угнетенная микрофлора, а здесь нормальная. Иными словами, на карте видна четкая граница между участками, где простейшие живые организмы чувствуют себя комфортно и участками, где их существование невозможно. Проблема в том, что мы не можем разгадать феномен знаков даже после тщательного их исследования. Но что, если предположить, что круги на полях адресованы не нам, не людям, а кому-то другому? Что, если это форма общения между другими цивилизациями? Эта бы версия объяснила бы многое. Но разбираться с этим мы будем не мы, а наши потомки. Пусть версия уфологов кажется маловероятной, но она действительно многое объясняет. И прежде всего то, что люди до сих пор не смогли разгадать феномен знаков на полях, которым суждено еще долго будоражить наше воображение. У нас был очень тяжелый день. Мы практически сутки ехали по загруженной трассе, где было много аварий. И мы устали и решили свернуть. Чтобы немного отдохнуть, Наталья и Павел решили свернуть с оживленной трассы. Мы долго ехали, и мне было достаточно поспать хотя бы часок. И можно было бы ехать дальше. Помню, как поставил машину и тут же уснул. Отъехав в сторону от забитого автомобилями шоссе, семейная пара оказалась в тихом месте. Вокруг небольшой лес и кукурузное поле. Перед рассветом около 4 утра Наталью разбудил шум. Было еще, в принципе, темно, но только начинало светать. И я услышала как будто бы сильный дождь или какой-то ураган, но на самом деле не было даже ветра. А потом я увидела в поле какие-то огни. Согласно метеосводке, тогда в этом районе погода была тихая, но шум, который услышала Наталья, напоминал сильные порывы ветра. Когда я вышла из машины, я увидела, что это были не просто какие-то фары от комбайна или от трактора, а это было больше похоже на шаровые молнии, которые хаотично окружили над полем. И я решила это все заснять на камеру. Взяв видеокамеру, Наталья поднялась на пригорок, с которого хорошо просматривалось все поле. Нам трудно объяснить то, что изображено на этой видеозаписи. На первый взгляд два светящихся объекта действительно похожи на так называемые шаровые молнии. Они находились посередине поля, а двигались все время меняя свою высоту то выше, то ниже и по кругу. Знаете, вот как птицы, которые порядок своим гнездом. На этой видеозаписи отчетливо видно. Огни движутся по круговой траектории с одной и той же скоростью. Постепенно они теряют яркость и в конце концов растворяются в воздухе. Я поняла, что шум идет от огней. Вернее, я слышала, как будто бы под ними ломаются кукурузы. Но так как было темно, ничего не было видно. А вот уже когда посветлело, то я увидела, что в том месте, где находились шары, образовался круг. Стоя на пригорке, Наталье удалось снять круг, появившийся на кукурузном поле. Здесь был такой огромный ровный круг, и кукуруза, она лежала по часовой стрелке. Такое ощущение было, что это как будто бы смерч. Но на самом деле, это явно было что-то другое. Даже судя по этой любительской видеозаписи, можно предположить, что круг был диаметром... ...ки ломают стебли или скашивают, но в любом случае они их умершляют. Они могут создать лишь видимость картинки. На самом деле, круг, точнее, пиктограммы, это далеко не только одновидимость, это целый комплекс явлений. В июле 2011 года в Винницкой области появились круги на пшеничном поле, которые местные жители настойчиво выдавали за настоящее послание внеземных цивилизаций. Двадцать ночи. Сяй, было таке, что-то в хате так стало видно очень и я чувствую аж хата забежала. Я не знаю, она чудо похожа на какого-то. Все его, конечно, всякие фонарики горели. Побачив, что так я приехал, каже, что там что-то странное. Трактор, как трактор, такий круг трактор выточил, как бы там держи руля, то все равно так не выталиваешь. Тут вона десь видно уже присыпана трохи землею, бачите, вот воно не влез, а дальше от стики вот, я в одном месте пробовала, в другом и вот такая отстань была. Не, ну кто бы это так бы сделал? Это кажут, были мысливцы за людскими душами. Тобто, кто это такие? Ну, прибольцы такие. Полюдай, полюдай. Приезжали. Однако, прибывшим на место события исследователям аномальных явлений потребовалось совсем немного времени, чтобы сделать вывод. Как бы того не хотелось, но эти круги были сделаны руками людей. Ну, там была слишком грубая работа. Настоящие круги, как правило, имеют идеальную форму. и четкие границы. Там же границы были размыты и наблюдалось очень много следов людей. Кроме того, были видны даже приспособления, с помощью которых смята была пшеница. По нашей просьбе уфологи воспроизвели один из самых распространенных способов нанесения таких рисунков. Вначале мы убиваем в землю колышек, который служит у нас центром круга. Когда обозначена середина, исследователи проводят радиус от шеста. Это дает нам возможность придерживаться правильных пропорций. Но даже в этом случае человек все равно оставляет следы. Кстати, в Венесской области в центре круга осталось место, где был бит в землю колышек. После того, как обозначены границы круга, растения укладывают на землю. Далее наша задача заключалась в том, чтобы равномерно уложить стебли при помощи вот такой вот доски. Ее таким образом делал действительно несколько удивительных снимков. И можно сказать, что у нас появились новые доказательства. Как выяснилось, Валерий Циркунов работает вертолетчиком в пожарной службе. В тот день вместе со своим экипажем он совершал плановый облет территории. Это было во время уборки урожая, когда мы дежурим круглые сутки. Мы летели, в этот день ветра не было, мы летели на высоте 100-150 метров не выше. Если бы летели выше и немножко в стороне, мы бы ничего не заметили. По словам Валерия Циркунова, когда во время полета он увидел знаки на земле, то не поверил своим глазам. Они представляли собой несколько кругов правильной геометрической формы. Мы развернулись и подошли ближе. И поверьте, такое зрелище волей-неволей заставит задуматься, что это. Мы пролетали там накануне вечера и ничего подобного не видели. Значит, круги могли появиться только ночью или рано утром. На этих фотографиях, сделанных Валерием Циркуновым, изображено шесть колец небольшого размера, расположенных друг за другом. Мы сделали над ними пару кругов и сфотографировали их, чтобы потом просто разобраться, что это такое и откуда эти круги могли появиться на кукурузном поле. А когда вернулись на курс, то увидели еще дальше один круг. по сравнению с другими знаками, это был большой круг и он был единственным на поле. Когда летчик показал на карте его местоположение, уфологам стало очевидно, что это был тот самый круг, который обнаружили супруги Волокитины. Что было важно, так это то, что наши очевидцы, семейная пара и летчик, видели знаки примерно в одно и то же время, с 4 до 5 утра. Знаете, даже на первый взгляд, эти фотографии были очень похожи на известные круги на полях, которые лично у меня всегда вызывали восхищение. Первые знаки на полях были обнаружены в 70-х годах 20-го века на юге Англии. Как правило, они представляли собой кольца различной формы и размеров, напоминавшие пиктограммы. Разгадать большинство из них так и не удалось. Однако появилось и большое количество фальшивых посланий на полях, которые создавали шутники и мистификаторы. Как отличить подлинные послания от тех, что были сделаны человеком? Послания на полях настоящие, появляются ночью за считанные доли минуты или секунды. Никто не видит, как они делаются. В то время, как, когда люди вытаптывают это дело подушивами своих ног, так, понятно, собирается много людей или в ночное время нужно какое-то освещение. Вероятно ли, что круги обновлялись? Они утверждали, что оказались в этом месте случайно, как говорится, в нужном месте и в нужное время. А в это очень сложно поверить. И, конечно, сама видеозапись. Она выглядела уж чересчур правдоподобно, поэтому требовала самой тщательной проверки. Работая с видеозаписью, уфологи обратили внимание на такие детали, которые, возможно, мало что скажут людям, не имеющим достаточного опыта изучения паранормальных явлений. Эти светящиеся объекты двигались по круговой траектории, при этом очень синхронно и плавно. Это было похоже на танец. Мне кажется, что они выполняли какую-то поставленную задачу. И это доказывает, что это не могло бы быть какое-либо природное явление или, например, шаровые молнии. По словам Натальи, рисунок проявился на поле не до и не после, а во время загадочного полета этих объектов. Кроме того, на записи видно, в середине круга толстые стебли кукурузы лежат по часовой стрелке, наконец, что особенно заинтересовало исследователей. В центре круга видны участки нетронутой кукурузы. То, что внутри круга остались островки кукурузы, говорит о том, что этот круг не мог образоваться благодаря стихийному явлению, например, урагану или порыву ветра. Эта деталь заставила некоторых уфологов предположить, что обнаруженный на кукурузном поле круг мог представлять собой ничто иное, как зашифрованное послание, адресованное людям. Это предположение было слишком рискованно. Но на тот момент мы решили отложить все наши споры и разногласия и как можно быстрее провести проверку этого утверждения. Взяв проводники очевидцев Наталью и Павла Волокитинах, уфологи выехали на место события. По просьбе уфологов Павел и Наталья Волокитины указали на карте точку, где они обнаружили круг на кукурузном поле. Вы могли бы показать, вот мы сейчас находимся вот здесь, а где произошло то событие, которое мы сейчас это трасса Симферополь-Москва, здесь мы ехали по прямой все время, потом свернули направо и где-то в 65 километров не доезжая до Харькова все это произошло. Однако на месте события исследователи аномальных явлений ожидало разочарования. К сожалению, поле, где, по словам очевидцев, были найдены круги, оказалось скошено. Нам не повезло, потому что когда мы приехали, поле было уже убрано и мы увидели лишь несколько лежащих на земле кукурузных стеблей. Опасения исследователей были оправданы. Ежегодно во всем мире фиксируются сотни рисунков, которые выдаются за подлинные знаки. Со временем было даже доказано, что большинство из них сделаны группой английских художников, использовавших доски для того, чтобы уложить пшеницу на землю. Попытки воссоздать реальный круг в лучшем случае заканчиваются тем, что эти художники ломают стебли или скашивают, но в любом случае они их умершляют. Они могут создать лишь видимость картинки. На самом деле круг, точнее, пиктограммы, это далеко не только одновидимость. Это целый комплекс явлений. В июле 2011 года в Винницкой области появились круги на пшеничном поле, которые местные жители настойчиво выдавали за настоящее послание внеземных цивилизаций. Два часа ночи вся его было так, что в хаті стало видно и я слышу, аж хата загвизилась. Я не знаю, она чудо похожа на какого-то. Вся его, конечно, всякие фонарики горели. Побачив, что так я приехал, каже, что там что-то странное. Трактор, как трактор, такой круг трактор выточил, как бы там держи руля, то все равно так не выточил. Вот тут воно десь видно уже присипано трохи землею, бачите, от воно не влез, а дальше от стики вот, там є таке колыш, от стики вот, і воно вне, я в одному місці пробовала, в другому, от така відстань тоді була. Ні, ну хто б це так би зробив би його? Це кажуть, були мисливці за людськими душами. Тобто, хто це такий? Ну прибольці якісь. По людей, по людей приїжджали. однака, прибувшим на место события исследователям аномальних явлений потребовалось совсем немного времени, чтобы сделать вывод. Как би того не хотелось, но эти круги были сделаны руками людей. Ну там была слишком грубая работа. Настоящі круги, как правило, имеють идеальну форму і чіткі границі. Там же границі були розмыты і наблюдалось дуже багато следів людей. Кроме того, були видны даже приспособления, с помощью которых смята була пшеница. По нашій просьбі уфологи воспроизвели один із самых распространённих способів нанесення таких рисунков. Вначале мы убиваем в землю колышек, который служит у нас центром круга. Когда обозначена середина, исследователи проводят радиус от шеста. Это даёт нам возможность придерживаться правил. Так, Тишина, пустота. Несмотря на рассказ очевидцев, некоторые уфологи по-прежнему сомневались в том, что эти круги не могли быть сделаны руками людей. В ходе нашего расследования мы находили всё новые и новые детали, свидетельствующие о том, что это трудно сымитировать. Выйти в поле ночью и нанести в полной темноте идеальные с геометрической точки зрения фигуры очень сложно, хотя и возможно. Опасения исследователей были оправданы. Ежегодно во всём мире фиксируются сотни рисунков, которые выдаются за подлинные знаки. Со временем было даже доказано, что большинство из них сделаны группой английских художников, использовавших доски для того, чтобы уложить пшеницу на землю. Попытки воссоздать реальный круг в лучшем случае заканчиваются тем, что эти художники ломают стебли или скашивают, но в любом случае они их умиршляют. Они могут создать лишь видимость картинки. На самом деле круг, точнее пиктограммы это далеко не только одна видимость, это целый комплекс явлений. В июле 2011 года в Винницкой области появились круги на пшеничном поле, которые местные жители настойчиво выдавали за настоящее послание внеземных цивилизаций. Два часа ночи вся его была такая, что в доме стало видно и я чувствую даже дом загвязывалась. Я не знаю, чудо похоже на какое-то. Вся его, конечно, всякие фонарики горели. Побачив, что так я приехал, каже, что так и так там что-то странное, трактор, как трактор, такий круг трактору витачить, как бы там держи руля, то все равно так не витал. Тут вона десь видно уже присипана трохи землею, бачите, от воно не влез, а дальше от стики, там є таке коло, что стики, и главное, я в одном месте пробовала, в другом, и вот такая отстань тут я была. Не, ну, кто бы это так бы зробил бы его? Это кажут, были мысливцы за людскими душами. То есть, кто это такие? Ну, прибольцы какие-то. По людей, по людей приезжали. Однако, прибывшим на место события исследователям аномальных явлений потребовалось совсем немного времени, чтобы сделать вывод. Как бы того не хотелось, но эти круги были сделаны руками людей. Ну, там была слишком грубая работа. Настоящие круги, как правило, имеют идеальную форму и четкие границы. Там же границы были размыты и наблюдалось очень много следов людей. Кроме того, были... Это не могло бы быть какое-либо природное явление. Или, например, шаровые молнии. По словам Натальи, рисунок проявился на поле не до и не после, а во время загадочного полета этих объектов. Кроме того, на записи видно. В середине круга толстые стебли кукурузы лежат по часовой стрелке. Наконец, что особенно заинтересовало исследователей. В центре круга видны участки нетронутой кукурузы. То, что внутри круга остались островки кукурузы, говорит о том, что этот круг не мог образоваться благодаря стихийному явлению, например, урагану или порыву ветра. Эта деталь заставила некоторых уфологов предположить, что обнаруженный на кукурузном поле круг мог представлять собой ничто иное, как зашифрованное послание, адресованное людям. Это предположение было слишком рискованно. Но на тот момент мы решили отложить все наши споры и разногласия и как можно быстрее провести проверку этого утверждения. Взяв проводники очевидцев Наталью и Павла Волокитинах, уфологи выехали на место события. По просьбе уфологов Павел и Наталья Волокитины указали на карте точку, где они обнаружили круг на кукурузном поле. Вы могли бы показать, вот мы сейчас находимся вот здесь, а где произошло то событие, которое мы сейчас Ну, это трасса Симферополь-Москва, здесь мы ехали по прямой все время, потом свернули направо и где-то в 65 километров не доезжая до Харькова все это произошло. Однако на месте события исследователи аномальных явлений ожидало разочарование. К сожалению, поле, где, по словам очевидцев, были найдены круги, оказалось скошено. Нам не повезло, потому что, когда мы приехали, поле было уже убрано, и мы увидели лишь несколько лежащих на земле кукурузных стеблей. Несмотря на это, исследователи нашли место, где, по всей видимости, действительно было нечто похожее на круг. И хотя он потерял свой первоначальный вид, уфологам удалось обнаружить несколько оставшихся на поле образцов кукурузы со странными изгибами у основания. Да, пожалуй, это было нашим единственным успехом. Растения не были скошены, все они были согнуты у самого основания. Видишь, стебель не изломан, он просто согнут. Надо сказать, согнуть его не так-то просто. Видишь, как уручили эти круги могли появиться на кукурузном поле. А когда вернулись на курс, то увидели еще дальше один круг. По сравнению с другими знаками, это был большой круг, и он был единственным на поле. Когда летчик показал на карте его местоположение, уфологам стало очевидно, что это был тот самый круг, который обнаружили супруги Волокитины. Что было важно, так это то, что наши очевидцы, семейная пара и летчик, видели знаки примерно в одно и то же время, с 4 до 5 утра. Знаете, даже на первый взгляд эти фотографии были очень похожи на известные круги на полях, которые лично у меня всегда вызывали восхищение. Первые знаки на полях были обнаружены в 70-х годах 20-го века на юге Англии. Как правило, они представляли собой кольца различной формы и размеров, напоминавшие пиктограммы? Разгадать большинство из них так и не удалось. Однако появилось и большое количество фальшивых посланий на полях, которые создавали шутники и мистификаторы. Как отличить подлинные послания от тех, что были сделаны человеком? Послания на полях настоящие, появляются ночью за считанные доли минуты или секунды. Никто не видит, как они делаются. В то время, когда люди вытаптывают это дело с подушами своих ног, так, понятно, собирается много людей или в ночное время нужно какое-то освещение. Вероятно ли, что круги, обнаруженные под Харьковом, были всего лишь искусной подделкой? На этот вопрос могли помочь ответить фотографии, сделанные из пожарного вертолета. Они представляли огромную ценность, так как давали полную картину изображения. Вот получается, смотри, круг, он четко видно, да, пропорции. Причем идеальный. Идеальный круг, да. То есть руками такое создать, это в принципе нереально, согласен? Я не стал бы делать каких-то неосторожных выводов. Помнишь, английские художники как ради эксперимента подшутили и создали еще более интересные картинки, чем просто круги. То есть в принципе это возможно, хотя в реальных кругах, если ты помнишь, растения уложены в несколько слоев, и каждый имеет свое направление. Анализируя фотографии, уфологи окончательно отбросили версию о том, что эти круги могли появиться благодаря смерчу или резким порывам ветра. Но чтобы исключить версию об участии человека, исследователям пришлось выехать на точку, где было обнаружено сразу шесть знаков. Однако на месте события их также ожидало скошенное поле. Это очень напоминает то, что мы видели на предыдущем поле. Естественно, как только возобновляется снегопад. Например, под Киевом в Мало-Александровке мы встречали пиктограмму, сделанную очень тонким слоем каменной пыли, причем на снегу. Причем, естественно, эта четкая картинка исчезла буквально за считанные часы, то есть спрашивается, на кого она была рассчитана. Наиболее впечатляющие знаки выглядят в виде пиктограмм, имеющих внутренний рельеф или рисунок. Это самые известные из них. Они были найдены в Великобритании на пшеничном поле под стенами обсерватории. То есть знаков таких очень много, очень много. А вот Челболтонское послание специфично именно тем, что это был ответ на конкретный вопрос. И более того, в нем содержалось очень конкретное предупреждение, чего раньше мы никогда не получали. Как считают уфологи, челболтонские знаки были ответом на послание людей внеземным цивилизациям. В 1974 году английские ученые отправили в космос зашифрованную информацию о человечестве. Ответ получили спустя 20 с лишним лет. Ответ – это копия нашего письма. Но туда внесены небольшие поправки. Мы, посылая сообщение о себе, дали там сведения, которые касаются нас. Они ответили в той же форме, но вместо сведения о нас они вложили сведения о себе. Вот в этом я вижу, понимаете, не то чтобы призыв к диалогу, а я вижу просто настоящий диалог. Отправляя данные о Земле и человеке, ученые пользовались так называемой двоичной кодовой системой. И ответ был получен не просто в той же кодировке. За некоторыми исключениями он почти в точности повторял послание землян. Вот эта панель указывает внешний вид гуманоида, ну, как бы существо, имеющее четыре конечности и очень большую голову. Вот из этих линеек, на которых на Арисипском послании указан размер человека, рост его, можем посчитать, что рост этого существа около одного метра. Это послание содержало внутренний рисунок, представляющий собой двоичный код. И те круги, которые были обнаружены нами на кукурузных полях, также имели внутренний рисунок. Поэтому мы и предположили, что эти пиктограммы могут быть связаны между собой. Даже уфологи не верили, что это возможно. Если знаки, обнаруженные под Харьковом, действительно представляли собой послание, расшифровать его мог только программист, специалист в области кодировки данных. В первую очередь, кодировки.